Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о спорах о разделе имущества. Это огромный пласт, и мы прекрасно понимаем, что споры о разделе имущества, они всегда имеют свою специфику. И эта специфика заключается в том, что в процессе мой враг это мой любимый человек. И если мы говорим без применения таких понятий, как любовь, верность и так далее, в любом случае это человек близкий. Тот человек, который находился с вами, возможно, длительный период времени, который участвовал во всех процессах, поддерживал вас и так далее. И, конечно, этот процесс, он зачастую болезненный, и этот процесс, который имеет не только какие-то юридические нюансы, но и психологические. И законодатель совершенно четко выделил эти отношения в отдельный кодекс. И вся семейная жизнь, она подчиняется не просто требованиям гражданского законодательства. Для этого создано специальное законодательство, которое хотя и входит в рамки гражданского процесса и регулируется нормами гражданского процессуального законодательства, но, тем не менее, имеет свою специфику и имеет специальное название. Это семейный кодекс. Но, если бы это правовое регулирование ограничивалось выделением семейного права в отдельную отрасль, для формального обоснования того, что ячейка общества, которая лежит в основе нашего государства и, в принципе, любого государства в мире, это не так. Дело в том, что здесь имеют место особое правовое регулирование. Не только нормы материального права, которые регулируются через специальные семейные институты, через так называемый семейный кодекс, но здесь есть своя специфика и в гражданско-процессуальном регулировании. Потому что, когда мы говорим о том, что семейные правоотношения в материальном плане урегулированы специальным законом, коим является семейный кодекс, тем не менее, все вопросы применения этого семейного кодекса регулируются общими положениями гражданского процесса, применимыми к любым специфическим и общим отношениям, трудовым, гражданским и так далее. За исключением арбитражных, потому что там, где речь идет о юрлицах, там действует арбитражно-процессуальный кодекс, там, где речь идет о властных полномочиях, там действует КАС, кодекс административного судопроизводства и так далее. Но, тем не менее, специфика семейных отношений, она настолько сильна, именно как специфика, что она нашла в своем регулировании через общие нормы гражданского процесса свой особенный порядок. И этот особенный порядок, в том числе, касается и срока исчисления исковой давности. И мы прекрасно понимаем, что, несмотря на участие в семейных отношениях, их прекращение и так далее, мы помним аксиому, что лицо имеет право оспорить действия своей семейной половинки с момента, когда оно узнало о нарушении своего права в части совместно нажитого имущества. Но это общие постулаты, а на то у нас и есть Верховный суд, для того, чтобы разбираться в корнях проблемы. И сегодня мы поговорим о конкретном примере, и здесь мне вновь придется переходить к цитате из Верховного суда, потому что лучше, чем Верховный суд, не скажешь. Мы ему верим, мы ему доверяем, это наша высшая судебная инстанция. Мы сейчас говорим о течении срока исковой давности, когда право одного из супругов было нарушено не после прекращения фактических семейных отношений, либо их законного прекращения и так далее, а когда право одного из супругов было нарушено в браке, и он добросовестно, заблуждаясь о порядочности своей второй стороны, об этом не знал, не мог знать и даже не интересовался. Вот здесь, дорогие друзья, давайте мы поговорим о свежем обзоре Верховного суда, и я процитирую позицию, уже переложенную с юридического на русский. Послушайте, пожалуйста, очень важная позиция, и дело в том, что если бы я с этим ни разу не сталкивался, я бы об этом даже не говорил. Но приходится сталкиваться, что уже на стадии отсутствия прекращения фактических брачных отношений, когда лица находятся в браке, одна из сторон действуя недобросовестно, уже предпринимает меры для того, чтобы лишить вторую сторону имущественных прав и так далее. Давайте послушаем, как это звучит по конкретному гражданскому делу в семейном споре. «Течение срока исковой давности по требованию о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, начинается с момента, когда бывший супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права на общее имущество». Известный постулат, да? То есть требование, та-та-та-та-та, когда человек узнал, там после, даже было совместно нажитое имущество, квартира, в нем жена после развода живет, и что бы она там ни сделала, когда он узнает о том, что она распорядилась по своему основанию, ему не выделало долю, то же касается и супруги, если она узнала, что супруг так поступил. С этого времени течет срок исковой давности. Но Верховный суд делает шаг вперед. И Верховный суд разъясняет, что это не может быть ранее времени расторжения брака. И вот здесь речь идет о конкретном судебном споре, когда суд первой инстанции, апелляционной, касационной общей юрисдикции, говорили о том, что человек пропустил сроки исковой давности, а Верховный суд сказал, подождите, нарушение права имело место, когда фактические брачные отношения не были прекращены, лица находились в законном браке, и вот к этой ситуации данные положения неприменимы. Очень интересная позиция. Кому интересно, скину ссылочку. Поэтому, дорогие друзья, при разделе совместного имущества супругов всегда смотрите на то, а не было ли каких-либо движений, направленных на ущемление прав одного из супругов, еще до того, как брак был расторгнут. Здесь не может речь идти о сроке исковой давности по общим основаниям семейного права. Очень интересная позиция Верховного суда. Настоятельно рекомендую ее использовать и при доказывании, и при оспаривании судебных решений. Если вам необходима какая-то помощь, совет, составление исковых заявлений, апелляций, касаций, обращайтесь всегда, дорогие друзья. Поможем на лояльных условиях и постараемся применить практику высших судебных инстанций. Удачи в делах, победы в судах. Счастливо.